Всем здравствуйте! На Ника ТВ время спорта. С вами я, Антон Липовский, и мы начинаем! Лето еще не успело наступить, а у нас уже настоящая жара стоит. Правда, во второй половине недели и дожди были немного попрохладнее, но климатические условия никак не влияют на наших спортсменов. А потому у нас целая россыпь новостей. Но обо всем по порядку. Олимпийский чемпион и невероятно результативный тренер «Калужский конный спорт» обзавелся бесценным кадром. Исторически удачное выступление. Пловцы из Калуги-Огненска вернулись первенству России с десятком наград. За нею охотились лучшие биатлонистки мира и ничего поделать не смогли. Ольга Зайцева прибыла в Огненск на ПМЖ. Сложно было выбрать, с чего начать. Но все же решили остановиться на молодежи, от которой зависит будущее. И судя по результатам, оно должно стать многообещающим. На их горизонте первенства Европы. Калужские пловцы, блестяще проявившие себя на первенствах России в Москве и Волгограде, вернулись домой. Время подводить итоги и строить планы. А с отличившимися воспитанниками спортшколы «Юность» мне удалось пообщаться на одной из тренировок. Обычная тренировка в спортивной школе «Юность». Только вот на этой привычной для себя 25-метровой воде выкладываются теперь уже медалисты и чемпионы России. Началось все с первенства страны среди юниоров в Москве. Там Филипп Кузьмин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине и сделал огромный шаг в своей спортивной карьере. Я не ожидал, что я ее завоюю. Я просто основной упор сделал на школу и поехал, потому что надо было. И вот так сложились обстоятельства, что пришел, выспался, подготовился, настроился. Плюс мы проводили, конечно же, работы. Я вообще 200, специализируюсь на 200 на спине. А тут из-за недостатка времени на 50 метров на спине перешел. Дело в том, что юниоры этого года – это абитуриенты вузов. Потому единые госэкзамены сейчас для наших звезд в центре внимания. Филипп, к примеру, не планирует оставаться в большом спорте. А его коллега по цеху Дмитрий Кузнецов хоть и тренировку из-за зубрежки предметов пропустил, но все же собирается заявить о себе во весь голос. Это и понятно. Результат Димы – два серебра на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Более того, мастер спорта смог отобраться на первенство Европы, где будет плыть в эстафете 4 по 200 вольным стилем. Закрепил успех калужских пловцов Сергей Судаков. Он на год помладше, ЕГЭ ему пока не страшны. Сергей привез с первенства страны среди юниоров, который проходил в Волгограде, внимание, три золотых медали и одну бронзовую. Вот такой Майкл Фелпс по-калужски. Первая половина года у нас, конечно, выпало, потому что были болезни, плюс под конец года операция. А вот вторая половина года мы мобилизовались, уже взяли себя в руки. Ни одной тренировки не было пропущено. И вот получился хороший результат. Скромно Сергей оценивает результат на хорошо. Тренеры говорят – отлично. Причем всей сборной региона. Кроме калужан, блестяще себя проявили воспитанники Обнинского Олимпа. В итоге, на первенстве России в Волгограде наша команда и вовсе завоевала почетнейшую вторую строчку в общекомандном зачете. Когда такое было? Впереди только сборная Москвы. Тренеры из других регионов очень высоко оценили выступления и поздравляли, подходили. Это было, конечно, приятно. Некоторые смотрели с удивлением. Это каждодневный тренировочный процесс. В 6.15 утра ребята прыгают в воду. Это первая тренировка. В 16.30 вторая. За день преодолевают от 10 до 15 километров. Плюс занятия в зале. Все это в целом в сочетании с их одаренностью, с божьим даром, дает вот такие результаты. И, конечно, никто не забыл про тренерский цех, который грамотно и планомерно готовил всех наших восходящих звездочек. Помнят эти мастера спорта и тех калужан, чьи имена гремели на мировой воде, в том числе и олимпийской. Антон Липовский, Никита Богадов, телекомпания НИГО-ТВ. Что ж, всем желаем скорейшего восстановления и только пятерок на экзаменах. Парни, мы вас верим. А дальше будем говорить исключительно об олимпийцах. Спешу вам сообщить, что теперь на одной из конно-спортивных баз региона тренирует олимпийский чемпион и по совместительству тренер, воспитавший добрую половину главных звезд российского конного спорта – Валерий Волков. Отмечу, что к мастеру приезжает за консультациями со всей России, а жить и передавать опыт он будет теперь здесь, в Калуге. Мы воспользовались возможностью и задали Валерию Яковлевичу все интересующие нас вопросы. Скромный тренер-олимпийц не отказал. Какая идея? Здесь никакой идеи особой нет. Как пришла именно идея? Почему приехать в Казахстанскую область, на школу Ренессанса, работать? Ну, это очень просто объясняется. Все как бы отчасти бытовыми и, скажем, теми условиями, которые здесь существуют. Во-первых, база развивается. Хозяин, скажем, заинтересован в том, что база развивалась. Это раз. Второе. Мы с Дарьей познакомились и в свое время, так сказать, я передал ей своего коня для работы, для участия в соревнованиях. И чтобы как бы продвинуть этого коня, потому что все равно у него практического опыта еще недостаточно для того, чтобы участвовать в соревнованиях самого высокого уровня. А конь такой достаточно потенциальный. Ну, и, наверное, в-третьих, условия финансовые, условия хорошие, предложили. Шеф предложил хорошие финансовые условия. А я человек как бы вольный уже на пенсии, поэтому мы с супругой приехали. Там свои лошади еще, которые собираются, скажем, участвовать в соревнованиях так самого высокого уровня. Четыре, пять лошадей своих взял сюда для того момента. На этот момент еще здесь недостаточно, так сказать, такие качественные лошади, чтобы участвовать сразу же в соревнованиях. Я сам-то в Северославле. У меня там тоже целая плеяда спортсменов приготовлена. Там они все равно чемпионы на чемпионе, практически. Ну и предложили финансовые условия очень хорошие. Ну и там в силу определенных обстоятельств, как бы я решил сделать паузу, чтобы не закуситься там с местным руководством по поводу того, чтобы поменялось руководство там на базе. Ну и так человек такой, думаю, надо сделать паузу, вот, уехать на время. Вот, я хотел уехать в Германию, там предлагали базу для работы. Просто целую базу отдельно, человек из Азербайджана предлагал целую базу спортивную. Но я что-то побоялся туда ехать, потому что язык я недостаточно хорошо знаю. Я считаю, что Дарья достаточно талантливый человек для того, чтобы включиться в эту, скажем, работу и максимально быстро уже иметь какие-то результаты позитивные от этой работы. Несравненный опыт, огромные знания, которые у нас есть возможность перенимать. Просто огромный багаж мудрости. И действительно, я думаю, что это самый лучший тренер в нашей стране. За это время, сколько мы поработали, тут где-то полтора месяца, и отдача видна. Сразу ей лошади как бы очень импозантны под ее седлом. И, скажем, те тонкости, которые я ей как бы даю, она их подхватывает и воплощает в этой работе. Задача стоит, чтобы выйти, вывести ее там в течение, вот, может быть, если получится, может быть, там, что-то к Олимпийским играм на вот этом коне, что-то может быть такое. Если, как говорят, мы будем благотворно работать, сотрудничать, и я надеюсь на то, что результат будет. Я в личном зачете не был, я там четвертым был на Олимпиаде в личном зачете. А в команды нам удалось выиграть. Вот, собственно, так. Это, конечно, в Москве, да, в Москве в 80-м году это было. Скажите, вот у вас столько чемпионов за вами идет, это и мастера спорта, это и различных первенств, чемпионатов крупных. В чем секрет успеха подготовки спортсменов, в чем психология лидера, в чем заключается? Секретов-то, наверное, особых нет, это, во-первых, наверное, надо сказать, качество самого, генетическое качество самого человека, да, это всегда же так бывает, что кто-то прыгает в высоту, кто-то не прыгает, да. Ну, а второй, это очень, скажем, напряженный труд, вот, как в одном этом анекдоте говорят, ложите больше заварки, вот, работать больше, да, больше, как сказать, ошибаться, вставать, вот, анализировать и опять, скажем, тренироваться. Есть ли у вас какое-то свое спортивное кредо, за счет чего достигать больших побед, вот, именно в этом виде спорта? Ну, это, наверное, всему начало, это, конечно, профессиональные качества, вот, людей, которые тренируют, да, это та степень самоанализа в спортсмене, который может проанализировать свои успехи, да, вследствие того, что были неудачи. Никогда не врать, вот, никогда не врать, потому что, как бы, врать и будешь гладить себя по шерсти, ничего не будет. Надо всегда заострять те моменты жизненные, так сказать, относиться к ним искренне, да, и с глубокой степенью, как бы, со самоанализом, вот. Только тогда можно, как бы, понять, почему это произошло, вот, срыв какой-то, да, никогда не врать, надо, надо, как со спортсменом быть откровенным, и от него ждать то же самое, так сказать, таких же откровенных. на вопрос. Вы говорите, постоянно нужно искать себе изъяны, никогда не гладить по шерсти. Довольны ли вы собой к этому берегу? Да, конечно, нет. Каждый человек иногда доволен. В основном, наверное, ты считать должен, что сегодня недостаточно хорошо. Завтра будет лучше. Хорошо. Как удается личную жизнь в этом спорте совмещать? Понятно, что конный спорт – это спорт, который отнимает очень большое время, да еще вдобавок постоянно приходится находиться на базах, на сборах и так далее. Ну, как личная жизнь? Она практически, это личная жизнь, она и здесь есть. Она, скажем, корно-спортивная база, вот общение с, скажем, людьми через лошади, через постижение предмета, вот это конно-балетное искусство. А личная жизнь какая? Да, личная жизнь какая? Супруга у меня, она сама, Мася Спорта, тоже, она, тоже сказать, это всю жизнь тоже работала с лошадьми, да-да-да-да. Вот, и это, конечно, во-первых, как бы привязывает, во-вторых, в жизни, вот именно, как бы, если в этом плане смотреть, то есть постоянное понимание того, что я делаю. Расскажите, как, с вашей точки зрения, как чемпионы, нужно выстраивать отношения с лошадью, потому что вид спорта, который, здесь не все зависит только от одного наездника, много зависит от одного. Вот как это все? Вот как это все? Доверительное должно быть отношение, это в тренировке, да, вот, это раз. Второе, я бы подчеркнул, если что-то не происходит в тренировке, как будто ты ощущаешь, что что-то не клеится, что-то, как будто, идет в другую сторону, то никогда не виноватить коня, надо, так сказать, и проигрывать пластинку в обратную сторону, да, вот, смотреть, все ли ты сделал для того, чтобы, так сказать, взаимопонимание-то эти, доверительные отношения во время тренировки возникли. Вот нашим, этом конно-балетном как будто видят, за счет посыл, ты должен давать лошади определенный посыл, она определенным образом должна отвечать, потому что она все время находится, как говорят, она все время внизу находится, и она ничего не понимает, что там от нее хотят. Вот настолько тонкие должны быть взаимоотношения, чтобы ты этими посылами своим, которые ты сидишь вверху, ты давал тему так тонко, чтобы она эту тему подхватывала сразу. Нарабатывать надо, как доверительные отношения, во-первых, не виноватик никогда. Вот. Если что-то не получилось, вернуться к этой ситуации и еще опять вновь, сместив немножко вектор куда-нибудь. Вот этот вот парень такой, что я не попросил, он еще это, как говорится, полдвенадцатого попросил, а это ровно в одиннадцатом уже сделал. Такие ощущения от общения с этим человеком остаются, описать их вот так на словах и не удастся. Но и это еще не последнее олимпийское слово в нашей сегодняшней программе. Ольга Зайцева стала не чужой для Калужской области. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону будет жить теперь вместе со своей семьей в нашем регионе. Подробности в сюжете наших обнинских коллег. Знаменитую спортсменку в Головтеево ждали с самого утра. Фотографии с изображением Ольги Зайцевой местные школьники приготовили заранее, чтобы получить долгожданные памятные автографы. Посетить здешнюю школу биатлонистка решила неспроста. Чемпионка не скрывает, что уже совсем скоро станет соседкой ердиневских жителей. Планируете здесь жить или будет как такой загородный дом? Больше для родителей как бы, наверное, приобрели, чтобы они на природе. Родители уже взрослые, папа болеет, поэтому как бы больше для них, чтобы они здесь провели время на воздухе, на природе. Землей все равно намного лучше, чем в городе. Но как бы легче, я думаю, здесь. Задать вопросы и просто посмотреть на звезду биатлона собралась вся школа. От первоклассников до педагогов. Ольга Зайцева такой теплой встречи была приятно удивлена. И как подобает настоящей спортсменке, стойко перенесла фотосессию, ответила на множество вопросов и раздавала более сотни автографов. Причем открытки и фото со своим изображением чемпионка подписывала каждому индивидуально. Кому-то даже по несколько штук для родственников юных фанатов. Такие встречи всегда приятны, хотя и отнимают много душевных сил, признается Зайцева. Сейчас в опустошенности, все равно после таких встреч приходит опустошенность. На самом деле, когда сюда приехала, то приятно. Мне нравится узнавать места, узнавать людей новых, потому что жизнь была узкоколейная, ну и есть она, спортивная, только все равно в одном направлении. А здесь приятно видеть, какие есть школы, какие люди есть, какие дети учатся в них. И приятно приносить тоже положительные эмоции для них. Несмотря на то, что чемпионка объездила множество стран, опробовала разные лыжные трассы, предпочтение все-таки отдает своим родным пенатам. Сегодня в нашей стране есть не только талантливые спортсмены и тренеры, но и планомерно развивается спортивная инфраструктура. Растет уровень организации крупнейших соревнований. Минувшие Олимпийские игры тому яркое доказательство. Строить большие планы на спортивное будущее Зайцева пока не хочет. Сейчас чемпионка восстанавливает силы и готовится к очередному сезону. Друзья, ну как вам новости за одну неделю? По-моему, впечатляющие. Так и это еще не все. Сейчас сделаем крошечную паузу, а после вот еще какие темы вас ждут. Волейбольные разговоры не утихают. Сегодня подведем итоги студенческого и юниорского сезона. Зажигательные танцы и итоговые баллы сезон закрыла и Федерация спортивных танцев. И спорту все возрасты покорны. Областной этап спартакиада пенсионеров доказал, бывших в спорте не бывает. Никуда не расходимся. Наше расставание будет длиться буквально одну минуту. Это время спорта, и мы продолжаем. Мы уже подводили итоги волейбольного сезона и у мужчин, и у женщин. И настало время поговорить о студенческом и юниорском. Сегодня у нас в гостях председатель Федерации волейбола Калужской области Игорь Лубочкин и представители команд Дмитрий Глотов, Александр Лукьянчиков. Здравствуйте. Всем, во-первых, добрый день. Ну, ребят, первые, естественно, вопросы к вам. Расскажите, как складывался сезон. Вроде серебро хорошо, с другой стороны, чего не хватило до золота. Ну, Дим, сначала к тебе вопрос. Ну, прежде всего, хотел сказать то, что была проделана большая работа под руководством замечательного тренера Митрофанова Леонид Петровича. И у него этот сезон будет последний. И хотелось бы ему преподнести такой подарок во всех соревнованиях, занять первое место. Ну, а... А раскрой здесь тайну небольшую. Почему последний сезон? Ну, он заканчивает свою тренерскую деятельность. И, как бы, по возрасту. По состоянию здоровья. По состоянию здоровья даже, да? Да, да. Угу. Вот. И... Ну, что-то получалось, что-то нет. По первой лиге у нас не хватило всего лишь одного очка, там, до первого места. Вот. В студенческих соревнованиях тоже мы там проиграли только одной команде. И... Ну, не получилось. Что за коллектив был, напомни, нам? Махачкала. Махачкала, да. А, как раз-таки коллектив из Махачкалой, да, уступили? Да, да. Ну, в целом, как оценивать сезон? Насколько тяжело было? И второе место, в принципе, ну, понятно, что результат очень хороший. Ну, конечно, тяжело. Работали каждый день. Ну, в прошлом году у нас было пятое место, а в этом году второе. Ну, значит, поработали нормально. Угу. А в следующем году на чемпионство как-то команда уже ориентируется? Ну, конечно, у нас каждый сезон задача самая максимальная – входить как минимум в тройку. Вот. А так первые места занимать. Нет, ну, все-таки на уровне России понятно, что очень престижно. На уровне России в прошлом сезоне команда юниор заняла первое место. и является, являлась чемпионом страны. Это мы помним, да? Среди мужских команд первой лиги. Вот. А в этом только второе. Уступив в пятой партии, введя в счете 15-14 у Ямала Ненецкого округа, стерхи команда называется. Там вот Путин побывал как раз. И команда образовалась-то недавно. И они, наши ребята, выигрывали 15-14, но чуть-чуть не повезло, и проиграли 19-17 в пятой партии. То есть, медали были... Медали уплыли фактически из рук, да? Практически уплыли из рук. Ну, что сделаешь? Это волейбол. Вы играете-то в одной команде, да? Получается, и как в студенческом были первенстве, и, соответственно, в юниорском. Да. Расскажите, чего не хватило-то в матче с Махачкалой, получается, проиграли только Махачкаля? Вот. Ну, не хватило. Как у нас трое какого-то. Ну, ребята были сильнее духом. Ну, несмотря на то, что мы были даже готовы к этой игре, мы не смогли сыграть именно свою игру и показать как бы свой настрой боевой. А что, у них хотела концентрация? Они лучше были готовы, что ли, получается? Нет. Они, не знаю, они были духовно, как бы более скрипошенными. Игорь Петрович, почему так складывается? Я скажу, что команда Махачкалы, здесь надо понимать одно, в полном составе играет в высшей лиге Б и занимает в стороне по высшей лиге Б среди мужских команд седьмое-восьмое место. Студенты, они все являются и студентами. Ну, понятно, здесь уровень подготовки, да, конечно. И поэтому опыт соревнований такого высокого класса позволил им вестись игрой и не волноваться, не переживать. И они были более уверены. Ну и потом характер, это же южный характер. Они, чем хуже для них, тем лучше. Вот это надо нашим ребятам учиться. Наши ребята показали приличную игру. Мы были чемпионами страны среди студентов в 2004-2006-2010 годах. Я хотел сказать, что уже около 10 лет прошло, ведь все по большому счету. Да, 2010 год прошло последний раз. В 2014 мы серебро заняли. 1080 вузов стартует на начальном этапе. Ребята встали в итоге вторыми. Ну, были слабее, чем в финале. А вот по первой лиге золотые медали были просто упущены. Я думаю, что они молодые. Обидно, но я думаю, что как раз-таки для молодежи это отличный урок для того, чтобы все-таки потом прибавить. Ты уступаешь 2-0, да? Мы же помним все памятные победы сборной России на последней Олимпиаде, на сборной Бразилии. Как в такие моменты, какие чувства посещает? Как удается мобилизовать у тебя спящие силы, чтобы все-таки в итоге вытащить матч? Главное не теряться, привести себя в порядок. Не терять. Надежда. А как вы привели себя в порядок? Тренер, друг друга как-то посчитали? Тренер, тренер. Подбадривали друг друга. Говорит, что делать, не терять голову. Подсказывает. И вперед в бой. Нет, ну вы, конечно, молодцы на самом деле. Здорово. Какие-то планы уже на будущий сезон себе ставить? Ну, конечно, мы же хотели. Конечно, планируем, да. Да, максимальная задача – занимать первые места, стремиться в основном состав первой команды у нас в любой клуб «АК». Дмитрий уже играл в АА в этом сезоне и в прошлом. Правда, они делили эту должность Либера. Он является кандидатом в молодежную сборную страны как игрок Либера. Делил он с Иванюгой, которым. Значит, у нас Андрей помог очень здорово. И Диму подсказывал. Но он закончил по возрасту уже, тоже в тридцать, тяжело. А в этом сезоне Дмитрий минимум будет вторым Либером А в команде в высшей лиге «Б» теперь. Вторым Либером. Да, как Либера. Ну и надеемся, что он проекте с хорошей стороны. Здесь вот говорилось, и мы видим, великолепные победы хоккейные наши, чемпионы мира стали. Ну и как-то я не слышал я, что два волейбольных клуба лучшие в мире стали. Это Белогорье выиграл клубный чемпионат мира, лучший клуб в мире. И Казаночка из города Казани, возглавляя Гамовой. А там Тетюхин у нас тоже лучший клуб в мире. Этих результатов впервые добились Белгород и Казань. Тоже интересные результаты. И для информации, что в прошлом сезоне, это я сейчас был на произведении Всероссийской Федерации волейбола, наши национальные любые сборные стартовали 13 раз и 11 золота. Это у национальных сборных команд страны. Женских, мужских, юношких, молодежных. И по рейтингу Федерации волейбола уже вряд ли кто догонит. Любопытная информация. Ребята, какие-то предложения уже, может быть, поступали откуда-то? Селекционеры из других клубов следили за вами? Ну, пока что еще нет. Пока что еще нет. Ну, это был здесь на студентах из Юграса Матлор. Он пытался, но он не смог к ним проникнуть, потому что я за этим четко слежу. Ну, сезон у нас, в принципе, я его считаю замечательным. По каким критериям? С одной стороны, это большая грусть, что команда вылетела АК в высшую лигу Б. Но это повод для размышления, работы и так далее. С другой стороны, очень приятно, что у нас молодежь продолжает расти. И будущее за ними, как бы. А завоевывать в стране вторые места, даже с грустью, что не первые, не каждый день приходится. Это, безусловно, мажорная нота такая. Мажорная, да. В завершении вообще Калужского волейбольного сезона. И если учесть нашу беседу с губернатором, последнюю, где он сказал, что сделать упор на молодежь и студентов, то я считаю, мы его наказ выполнили. В отличие от главной команды. Как оцениваете свой уровень именно с точки зрения профессионализма, да, а не по сравнению с любительским спортом? Ну и, собственно, чего сейчас вам не хватает? Но это понятно, что залы еще какие-то есть у вас проблемы. Вот, свой уровень, ну, уже, можно сказать, приличный уровень, свой оцениваем. Ну, как бы, еще надо расти, набираться опыта, вот, чтобы показывать наилучший результат, наилучшую игру. Мы начинаем уже играть ближе к такому, к мужскому волейболу. Вот сейчас играли с представителями, да, вот выше Лиги Б, да, несколько команд сразу было на вашем пути сейчас в финале. Собственно, я думаю, что уже видно, что не потерялись, по крайней мере. Виден рост. Вот какие-то перспективы на будущее уже строите? Ну, по крайней мере, волейболе, я так понимаю, все из вас планируют остаться, да? Да, конечно. Отлично. Ну и, собственно, сами перспективы. К чему стремится калужский волейболу, вот именно с точки зрения молодежи? Ну, конечно же, попасть, во-первых, в первую команду. Вот, играть в ней в основном составе и уже там начинать побеждать и... Выводить, да, команду выше, супер-ливу. То есть самое главное – это играть в местной команде и выводить ее дальше уже своими силами. Нет таких мыслей, чтобы именно вырасти и уехать куда-то? Ну, пока что еще нет. Пока что еще нет. Мы, в принципе, итоги подвели, наметили план работы на будущее. И уже с 10 июля мы приступаем к реализации. Постоянно мы ездим на сборы в Белоруссию. Там вот как раз сейчас встречались Лукашенко и Артамонов по вопросам. Я думаю, они говорили немножко и о спорте. А мы там желанные гости. И неоднократно Лукашенко присутствовал на тренировках, играх команды с БАТЭ. Вот такие же сборы будут. Не будем ничего менять, за исключением, что последний турнир 10-дневный команда проведет перед стартом в Польше. Куда нас пригласили на очень хороших условиях, чтобы мы поучаствовали в этих соревнованиях. Хорошо, спасибо вам большое, что сегодня нашли время, пришли ответить на наши вопросы. Ребят, спасибо вам за ваши результаты. Будем за вами следить. Новых вам побед, Игорь Петрович. Ну и вам, соответственно, успехов в работе по развитию спорта. Людинова на один день стала мотоциклетной столицей страны. Здесь прошли соревнования по мотокроссу на Кубок Мотоциклетной Федерации России. В соревнованиях приняло участие более 80 спортсменов всех возрастов изо всех уголков страны. Людиновская трасса, вокруг которой на несколько дней вырос большой палаточный городок, приняла мотогонщиков из 20 регионов России и представителей Белоруссии. В гонках участвовали спортсмены разных возрастов. Самому юному едва исполнилось 6 лет, а ветерану мотоспорта Андрея Юровских перевалил за 64. Но это не помешало ему в своей возрастной группе занять второе место. Всю жизнь Андрей Иванович посвятил любимому мотоспорту. В этом году очень сложные погодные условия. Но спасибо организаторам, городским властям, что делают все возможное для того, чтобы обезопасить соревнования и сделать мотокросс зрелищным для зрителей. Восхищение у зрителей вызвало выступление мастера спорта из Калуги Сергея Фролова. Здесь же в соревнованиях среди юношей выступал его сын Егор. В целом все спортсмены демонстрировали высокий класс езды и порадовали зрителей захватывающей борьбой и ярким зрелищным шоу. Эффектно. Можно покушать и хорошо отдохнуть. И для всех возрастов просто мероприятие сделали. Все очень здорово. Спасибо большое. Погода хорошая. Пришли с семьей. Нам очень нравится. Уже здесь были не первый раз. Ну, жирковато. Ну, ничего, выдержу. Периодически проходит. Каждый год у нас в городе Людинова. Очень красивые, хорошие, сильные спортсмены. Особенно наши юридорские. Одним из победителей соревнований стал представитель Калужской области Сергей Фролов. Мотокросс Людинова стал одним из этапов кубка. Теперь свою удаль и умение украшать железных коней мотогонщики продемонстрируют пережителями нефти Юганска. Закончатся же соревнования в начале сентября этапы в Москве. Сергей Романов, Валентина Пронина, Валерий Еменченков. Телекомпания НИКА-ТВ. При содействии Людиновского телевидения. Они сами могут уступить место в автобусе. В Калуге состоялся областной этап дебютной всероссийской спартакиады пенсионеров. Состязания проходили по нескольким дисциплинам. От легкой атлетики до шахмат. Я же сумку вам отам. А где Саша? Даже простую процедуру регистрации они проходят шумом и нетерпением, как молодые разгоряченные спортсмены. Чтобы принять участие в соревнованиях, пенсионеры съехались со всей области. Всего 12 команд по 8 человек. Они уже стали лучшими на районном этапе. А некоторых и вовсе боевой дух не покидает никогда. Я вообще участник многих. И по шашкам, и по шашкам. А вот это же впервые такое мероприятие. Не могу, я их участников еще ни разу не видел. Ну, стараться будем. Для этого каждый солдат стремится стать генералом. Так и мы будем стараться будем. А постараться придется. В программе соревнований легкая атлетика, стрельба, плавание, настольный теннис и комбинированная эстафета. Слегка перевести дух можно было только за партии в шахматы. Минимальный возраст участников 60 лет у мужчин и 55 у женщин. Но есть тут и те, кто даже среди пенсионеров уже очень взрослый. И это никак не мешает им побеждать. Владимир Головченко. Скоро ему будет 80 лет. Приветствуем его. Молодец. Радостно видеть пенсионеров на этих соревнованиях. Они бодры, свежи, крепки и готовы к этим соревнованиям. И нам, судейской коллеге, это нравится. То, что такой подъем у них душевный. Главная цель – привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Но некоторые ищут что-то спортивное во всем. Семья теперь у меня большая. Можно сказать, спортивная форма в семье остается. Так-так, не выхожу на дорогу бегать там. А в доме приходится вот так вот. Что с детьми, что с внуками. По итогам всех видов программы лучшей признана команда Малоярославецкого района. Общий возраст ее участников – около 500 лет. Теперь они отправятся защищать честь Калужской области на всероссийском этапе соревнований, который пройдет в Чувашии. Андрей Ткачев, Андрей Сомов, телекомпания НИКО-ТВ. И в заключении о прекрасном. Танцевальный сезон подошел к концу. Минувшие выходные в Калуге состоялся Кубок главы региона. Имена победителей узнал Валерия Кузнецова. В эти солнечные майские выходные жарко было не только на улице. Зажигательные танцы в демонстрационно-выставочном центре не заканчивались с утра до вечера. Это самый крупный и завершающий турнир сезона. Достаточно все хорошо, очень хорошо нам Министерство спорта и молодежной политики помогает, предоставляет этот великолепный зал. В рамках турнира проводились открытые первенства области юниоров двух групп – по латиноамериканской и европейской программам. Участие здесь принимали парни не только нашей области, но и других регионов страны, в том числе и столицы. Несмотря на широкую географию соревнований, танцоры из Калужской области не затерялись среди участников. Арина Матасари и Илья Зубенко из Обнинска одержали победу в категории «Юниоры-1». И все же главным событием двух танцевальных дней стало первенство Центрального федерального округа среди молодежи по европейской программе. В финальную часть этих соревнований выйти смогла лишь одна пара, представляющая нашу область. Нервы, конечно, сдают, потому что очень большая ответственность за свою калугову, потому что не хотим ударить в грязь лицом. А как вы стараетесь с этим справляться? Просто больше тренируемся, пытаемся как-то более совместно. Надежды ребята оправдали и преподнесли настоящий сюрприз для своих болельщиков, завоевав серебряные медали. До этой пары на пьедестал первенство Центрального федерального округа калужане не поднимались. Среди взрослых приоритет расставил чемпионат области. В этой категории по программе «Стандарт» победителями стали Юлия Мешканцова и Виктор Катеренич из Обнинска. По мнению специалистов, уровень танцевального спорта в нашей области значительно вырос за последнее время. И успехи спортсменов лишнее тому подтверждение. Валерия Кузнецова, Андрей Сомов, телекомпания НИК-ТВ. Тема есть, времени нет. Так что обо всем остальном в традиционном дайджесте. Разговоры о судьбе стадиона «Центральный» до сих пор не утихают. Напомню, уже более 10 тысяч жителей поставили свои подписи за то, чтобы на этом месте появился современный многофункциональный спортивно-культурный комплекс. Дворец спорта будет включать в себя два бассейна 25-50-метровый, ледовую арену, тренировочный зал для игровых видов спорта, подземную стоянку. Но пока окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена, представители спортивной общественности продолжают высказываться за многофункциональность объекта. Мы крайне нуждаемся в новом 50-метровом бассейне. Готовить в четвертаке, как мы называем, это сейчас довольно примитивный уровень, потому что все основные соревнования проводятся в 50-метровых барнах. И в данном случае уже практически все областные центры имеют такие бассейны, кроме колуги. Все бы тренеры спортивной школы «Юность» с удовольствием бы там работали и надеялись бы еще больших результатов. Недавно у нас был этот совет, и мы решали этот вопрос, обговаривали по поводу или дворец, или стадион будет. Конечно, все единогласно за дворец спорта, который многофункционален будет. Вот мы бывали с ветеранами спорта, проводили мастер-классы, лекции, беседы в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях. И все спрашивали, когда в Калуге наконец-то появится дворец спорта. Мы не против футбола, но уже требования возросли. То есть надо на чистом поле где-то его строить, чтобы большой, огромный. Это получится, если футбольное поле, то это как бы опять что-то не так. Там требования такие, что, например, против теракта, противопожарная безопасность, да и шум и гам. Я сторонник первого проекта, я за дворец. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, я родился, вырос в Калуге. Вся моя сознательная жизнь прошла в этом городе, я люблю свой город. Я хочу, чтобы он был красивый, краше. И данный объект, он украсит наш город. Это первое. Второе. Наш город испытывает голод в спортивных сооружениях. А этот многофункциональный дворец, он рассчитан как на занятия физической культуры, так и для спортсменов, которые работают на спорт высших достижений. Поэтому это тоже большой плюс. Свою активную позицию выражают и проходящие мимо стадиона центральные калужане. Лучше, чтобы был центр многофункциональной, потому что функций больше. Дворец, чтобы все, кто хотел, детки были участвовали. А почему мы лучше на дворе спорта? Потому что... А потому что будет народу больше, физически активно. Дворец, конечно, многофункциональный, он намного практичнее будет. И выгоды больше и для детей, и для школьников, и подрастающих поколений. Поэтому выбор я делаю для молодежи. 16 калужан смогут поехать на следующую Олимпиаду. Об этом стало известно на совещании, где обсудили развитие детско-юношеского спорта. Число профессионалов в этой области постоянно увеличивается. По итогу минувшего года мастерами стали 60 человек, что значительно больше, чем в 2012-м. Появляются новые школы, сейчас их уже 52. Но помимо успехов остаются и сложности. Мало условий для развития спорта среди инвалидов, не хватает качественных площадок. Дети не пойдут в подвалы, они не пойдут в какие-то учреждения, которые не оборудованы, где технически нет каких-то современных тренажеров или оборудования. Сейчас менталитет и родителей, и наших детей, он совсем несколько другой. Строительство спортивного объекта идет полным ходом. Все металлоконструкции получены, рабочие обеспечены всем необходимым. Некоторые трудности возникли с подключением коммуникаций. Но эти проблемы разрешимы. Наша цель – это вести контроль, вести мониторинг строительства, где необходимо помогать в нужный момент, подключаться к этому. Партийный проект по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов стартовал в 2009 году. За пять лет в области было построено семь многофункциональных спортивных центров. Комплекс «Малоярославца» предполагает наличие двух бассейнов и большого спортивного зала. Город развивается, очень много молодежи, детей. Нам не хватает помещений. Это очень нужно. И вовремя здание, комплекс построен, который решит очень большую проблему развития молодежи и спорта в нашем городе и районе. Финансирование проекта осуществляется из трех источников – федерального, областного и муниципального бюджетов. Всего на строительство комплекса планируется потратить 216 миллионов рублей. На сегодняшний день это один из самых дорогостоящих проектов после Обнинского Олимпа. 35 миллионов уже оплачено, поэтому процесс идет достаточно нормально. Все те моменты, которые связаны с финансированием, я думаю, сможем урегулировать. Строители обещают, что многофункциональный спортивный центр в «Малоярославце» откроет свои двери уже в первом квартале 2015 года. Александр Комиссаров, Михаил Андросов, телекомпания НИКО-ТВ, «Малоярославец». И на этом все. Такой была эта неделя спорта. Запомнить ее именно такой. А что будет на следующем, мы обязательно осветим здесь же ровно через 7 дней. До встречи на НИКЕЛе в спортзале. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова